Ребята, всем привет! Сегодня я хотел вам рассказать немножко про аккумуляторы Литий-железопосфат. Про свои, какие у меня планы. У меня лежат аккумуляторы еще моего одного подписчика. Его зовут Рустан. Я должен был сегодня начать сборку этих аккумуляторов, но решил не торопиться. Он купил 16 ячеек с бмс-платой на 40 ампер и зарядным устройством на 58,4 вольта. В ячеек есть небольшой миливольт разброс. Я поэтому решил их все, все 16 штук собрать в одну кучу, плюсы с одной стороны, минусы с другой стороны. И все запараллелить. Прошла где-то, наверное, неделя уже, как они вот так вот лежат, выравниваются по вольтажу, имею ввиду все 16 ячеек. Я вот решил не торопиться и еще решил оставить на несколько дней. Чем больше они так в таком запаянном виде, плюсы с плюсами, минусы с минусами простоят, тем лучше. Потом я начну сборку. Это нужно для того, чтобы вот вы, допустим, получили, аккумуляторы купили, получили там или еще что-нибудь такое. Ну, литий-ионные вот эти 18650, они зарядил их. Зарядное устройство у меня где-то там, короче. Вот вы зарядили вот эти ячейки 18650, там 40 штук их там или 80, 140, не знаю. Все зарядили до 4,2 вольт и все, и начинайте сборку. Литий-железовый фосфат, он немножко капризный. Там, если чуть-чуть вот вольтаж будет неровный, со временем это все скажется, а вольтаж, он очень важен. Знаете как? 16 ячеек, полный заряд. Если 3,65 вольта будет одна ячейка заряжена, да? Ну, вообще не рекомендуется 3,65. Рекомендуется 3,6 вот, по идее. Не знаю, почему-то вот так вот создают зарядное устройство. Вот здесь написано 58,4 вольта. Это получается одна ячейка заряжена на 3,65. Ну, ладно. Допустим, скажем так, да? 58,4 вольта. Это блок питания вот этого вот подписчика моего, Руслана. Тоже, короче, надо будет. Сейчас я расскажу про аккумуляторы. Раз уж я взял зарядное устройство, значит, я немножко о нем расскажу. Сейчас, секунду. Убежал куда-то. На самом деле, не там, а здесь оказывается. Короче, в чем проблема? Вот эта вилка, она как евро называется или как там, вот вы видите, наверное, да? Вот она не подходит для наших розеток. Ну, у меня есть такая вилка, и я Руслану, наверное, ее подарю. Она на 220 вольт, 16 ампер, да. Чтобы он не мучился, чтобы здесь не обрезать. Ну, можно, в принципе, обрезать и переделать на обычную нашу вилку российскую. Правильно сказать? Российскую. Пусть вот так вот заряжает. Вот. Другая сторона у нас вот такая. Это уже заряд на аккумулятор идет. Либо я найду такой штекер, смотрим, либо я ее оставлю, либо обрежу и сделаю 18650, то есть XT-шку. Так, про аккумулятор что я хотел там? Не помнишь, что я хотел скидать про аккумулятор? Сейчас вспомню. После коронавируса я болел очень сильно. Практически одной ногой был там уже. У меня память вообще. Поэтому, ребята, не обессудьте. Иногда могу вообще какую-то вообще левую вещь ляпнуть. Поэтому при монтаже видео я обычно пересматриваю видео несколько раз, чтобы там что-то не то, не выложить. Хотя я, ну, оказывается... Что заикаешься? Кофе надо... Вот мать. Хотя при монтаже видео я замечаю то, что я там иногда говорю какие-то вообще нелепые вещи. Прям не знаю. В прямом эфире, наверное, когда я выхожу в прямом эфире, я, наверное, тоже там гоню всякую чушь. Ладно, постараюсь об этом не говорить. То есть чушь не гнать. Короче, если у вас на железофосфате ячейки, вот скажем, они ровные, то они будут нормально у вас работать. И через год, и через два, и через три. Но если у вас у ячейок есть небольшой разбег по вольтажу, то со временем это будет возможно вырастать. Либо вот так же и останется. Но самое главное знайте, что вот эта ячейка, допустим, вот возьмем выше, она будет заряжаться до 58,4, как положено. А вот эта не будет до конца заряжаться. При разряде вот эта ячейка будет разряжаться, допустим, ну, скажем, до 2,9, до 2,8 вольт, а вот эта не будет разряжаться. Вот поэтому надо их все выравнивать, ребят. Простая БМС, БМС-плата, да, она вот, она же выравнивает, она не выравнивает. Если вы купите умную БМС-плата, то да, там уже будут, там другие характеристики, она уже будет выравнивать все ваши ячейки. Вот, поэтому, если вы купили обычную БМС-плату, желательно, чтобы все ячейки были ровными. Иначе, как я уже до этого сказал, будет вот плохо. И поэтому я решил, ячейки, которые Рустам заказал с города Энгельс, кстати, в Энгельсе живет Василий Николаевич, ему большой привет. Все ячейки, все ячейки я вот собрал, вот так вот, скотчем обмотал. Это временно все это. Плюсы с плюсами, все замкнул. Минусы с минусами все замкнул. Пока медный провод, то есть шинку, можно сказать, медный провод вот так вот спаял. Вот, чтобы при сборке автоматом, сварочной, точечной сваркой, некоторые говорят, аппарат нужен очень мощный. Наверное, даже аппарат, не знаю, насколько ампер, заводской аппарат. Мой аппарат, скорее всего, с медными шинками не справится, поэтому сборка будет осуществляться с помощью пайки. Будем паять. Вот. Многие говорят, многие говорят и спрашивают, как ты вот сюда, вот в этот треугольник, вот треугольную форму, он купил еще сумочку. Сюда можно бабки, доллары складывать. Вот. Многие спрашивают, как ты сюда вот это все запихнешь? Не торопитесь, все увидите, ребята. Плату он купил на 16С, специальные для литий-железо-фосфата. У литий-железо-фосфата и у литий-ионных аккумуляторов платы разные. Вольтаж там разный. Так. Может быть, кому-то интересно. Вот эта плата с двумя проводками называется симметричная. Отсюда идет и разряд, и заряд. Обычная плата защищенная, пыли, влагозащищенная, якобы, я не знаю, но переплывать в Волгу, надеюсь, Руслан не будет. С помощью этих формуляторов. Еще, ребят, я приобрел... Меня видно, надеюсь? Еще я, ребят, приобрел... У меня, многие, кто смотрит мой канал, уже знают, я приобрел квадратные, скажем, катлы 16 ячейк для своего электровелосипеда. Они вот... Вот как эта бумага, как я ее сложил, точь-точь, такого же размера. Ширина 17... Сантиметров, сантиметров буду говорить. Толщина 2,7, длина 20,5. Вот. Вот. Мне... И я решил свой короб переделать. У меня велосипед с этими аккумуляторами... Нет, короб расширил. Короб расширил. У меня... Она как вздутая жаба сейчас выглядит. С педалей катаюсь, и это... Все-таки педали нужны. Это... Иначе, товарищи, гаишники, сами знаете, что будет. Вот. Короб буду все переваривать. Сварочный аппарат я уже купил. Своё зарядное устройство универсальное я, наверное, буду продавать, скорее всего. Я уже его на Авито выложил. На Ютубе тоже он у меня есть. В сообществе выложил. Покупал я его за 12 тысяч. Буду продавать за 10. Купил зарядный... Купил сварочный инвертор. Он совсем маленький. Ну, вот в ладошке, можно сказать. Регулируется... Ампераж... От 20 Ампер... До 160 Ампер. Так, это не реклама, ребята, если что. От 20 Ампер. У меня ячейки 80 Амперные, поэтому можно будет заряжать где-то 40 Амперами. То есть, в дороге... Вот эта штука меня выручит. По вольтажу у меня 58,4 Вольт. Полный заряд будет 16 ячеек. Это железно-фосфатные каплы. Этот инвертор выдаёт тоже так же. 58, 60 Вольт. Ну, там немножко иногда играет. Я не знаю, из-за чего может быть. Из-за электричества такого. Может, что-то там... Трансформатор где-то... Что-то там, я не знаю. Кто-то ворует, может, свертать. Вот. То есть, мне разницы нет. Если даже он зарядит до 57 Вольт, рабочий вольтаж у железно-фосфата 52-53 Вольта примерно. То есть, если ты даже зарядишь до 58,4 Вольта, у тебя вольтаж упадёт сразу же. Ну, там, через несколько километров. До 5 километров, наверное, даже. У тебя вольтаж упадёт до 53, и он будет держаться. Ну, у меня обычно 53 Вольта. Спускайте до 53 Вольта. И держаться там. Вот я вот уже катаюсь. 1 января. До 2023 года я выехал на доставку. Попробовал покататься. И меня удивило. 80 Амперные ячейки. То есть, у меня 80 000 миллиампер аккумулятор. Железо-фосфат. Это моя мечта была. Давно вот такой вот собрать. Начинал я всё это с Fuga S3. Самокат у меня был. Вот и вообще, короче. Там, по-моему, на 6000 миллиампер аккумулятор из 18 650. Это просто, ну, просто самокат уже городской. Вот чисто по парку покататься и так далее. А вот сейчас я собрал уже, чтобы по-настоящему на дальники можно было ездить. И заряжаться с помощью этого инвертора. Ну, часа за два хотя бы. Свои ячейки, которые у меня были пакеты на 30 000 миллиампер железо-фосфатные, я страдал одному очень хорошему знакомому. Другу, можно сказать. Вот. Он пока со сборкой не торопится. Но его электровелосипед, он прям... Я не знаю, он прям дотошный до того, этот человек. Говорить не менее я не буду. Он прям такой дотошный. Прям, вот, я не знаю, прям... Ну... Как вам объяснить, я не знаю. Ну, каждую вот, что-то там надо, вот, капельку там смазать там или что-то прикрыть. Прям вообще. Увидел, как эти аккумуляторы работают, сколько расстояний, какое я проезжаю. Мне... Я очень рад... Я очень рад, что эти аккумуляторы достались. Моему очень хорошему знакомому, вот. А не куда-то там налево, там, куда-то там. Другой город, там, кому-то отдал, кого я не знаю. Вот. Но мог бы, конечно, какому-то подписчику из вас продать. Потому что аккумуляторы очень хорошие. Мне жалко просто было так. Он меня уговорил, я ему, короче, пробовал. Все. Эти деньги взяв, я, короче, еще кое-что добавив. Добавив, я купил себе, приобрел вот эти ячейки на 80 тысяч миллиампер железо-фосфатные. То, что я хотел, уже сколько лет, вот, мечтал об этом собрать. Мощный аккумулятор, на котором я буду проезжать больше 200 километров. Вот это, думаю, будет мощно. Я хотел вам тогда рассказать. Про аккумуляторы Руслана я повторяю еще раз. Будет видео, но чуть попозже, ладно? Я хочу, чтобы они все выровнялись. Чтобы потом Руслан мне не звонил и не говорил. Да вот, он не заряжает им, да не разряжает, еще что-то. Чтобы было все четко. Надо вот так вот, короче, я решил собрать аккумуляторы. Свой электровелосипед я решил, короче, короче, еще раз услугу, короче. Свой электровелосипед я решил полностью переделать. Сварочный аппарат он сейчас есть. Осталось приобрести мне маску сварочную, болгарку и так далее, там, какие-то запчасти. Все запчасти, потому что вот эти электросварочные я увез в деревню. Я решил приобрести для себя уже полностью себе. Буду раму переваривать полностью Гаража, к сожалению, у меня нет На балконе у нас ремонт еще не произведен Думаю, на балконе все это буду варить, долбить, сверлить Пока жены, думаю, нет Потом все это буду грунтовать Из профиля буду собирать раму полтора на полтора Скелет буду собирать Это между рулем и сидением Маятник задний буду собирать из профиля 20 на 40 Или 40 на 20, как там говорят То, как говорит, то есть дисковые тормоза установлю Почему я так решил? Потому что он сейчас у меня этот электроносипед выглядит как жаба вздутая такая Короб широкий, маленький руль и сидушка А середина, где аккумулятор слишком широко, некрасивая Мне, конечно, пофиг Но там нету педалей Вот в чем проблема 20-сантиметровый, вот думаю, короб сварганить И аккумулятор у меня, я вам говорил, ширина 17 сантиметров И вот так вот туда запихать все Аккуратненько все сделать И оставить еще чуть-чуть сверху запас Возможно, когда-нибудь я куплю универсальный БМС Может быть, я не знаю Посмотрим Куплю какой-нибудь универсальный БМС Возможно, еще ячейку, может, две Еще докуплю И туда что-то положить Естественно, вольтаж у меня уже будет повыше Этот сварочный аппарат уже не подойдет Буду искать другой сварочный аппарат наверху Они дешевые аппараты сейчас вот эти вот, сами знаете Вольтажи у них разные есть Ну, примерно, где-то у них вольтаж инвертор Больше всего в продаже Где-то от 55 до 80, может, ну, до 75, вот, скажем 78, вот так вот Такой разбег с вольтажом они продаются В основном такие продаются Найти большим вольтажом, допустим, на 86, там, сложно Но найти можно, надо искать Что-то я хотел сказать Давай вспоминай меня Сидишь на той стороне экрана И ждешь, пока я вспомню Давай помогай мне вспоминать Если у кого-то есть какие-то вопросы Пожелания, все контакты у меня есть Прямо на мою страницу YouTube заходите Там есть все контакты Ватсап Те, кто шустрый Со мной уже связываются Я со многими переписываюсь с разных городов Ну, естественно, с Василием Николаевичем Босс Акабосс С Томска С Томской области С ним переписываюсь еще Многие с Евгением из Сочи Вот Многие пишут Некоторые подписчики Есть из Казани Здесь вот Тоже пишут Короче, электровелосипед Стою буду переделывать Ребят Не знаю, что здесь творится У нас В мире В России Если все будет нормально У нас с Эльгизом Есть небольшие планы В Краснодарский край Съездить На электровелосипедах Такими аккумуляторами Думаю, мы туда уже доедем Без проблем вообще Полностью буду переделывать свой электровелосипед Подготавливать для дальника Чтобы не было Как в предыдущих видео Когда я в Волгоградскую область ездил Чтобы не было такого Где я там прокалывал свое колесо Через каждые там Ну, на трассах Да, там много всяких проводков Саморезов Гвоздей Очень много Поэтому Так вот получалось Буду делать электровелосипед Своим уже подготавливать Для дальника Конкретно уже буду делать Об этом, естественно, вы все узнаете Когда мы соберемся уже Я короткое видео сделаю Ну, пока что я буду Снимать До поездки на дальняк Пока что я буду снимать Зимние покатушки Сейчас у меня электровелосипед Весит где-то в районе Может, 60 килограмм И так далее Очень тяжело ходит Чувствую Контроллер чуть-чуть не справляется Контроллер может чуть помощнее У меня сейчас примерно на 40-45 ампер Контроллер установлен Недавно брал у одного человека Контроллер на 60 ампер Там он ходит очень резво Быстрый, резвый Думаю, приобрести контроллер Помощнее Либо буду собирать мотор-колесо на 24 обод Чтобы была тяга и скорость Ну, более-менее Либо мне надо будет контроллер помощнее А этот контроллер оставлю Как запасной Сегодня вот такое Короткое видео А улица у нас Наконец-то потеплела Сегодня Вчера вот потеплело Более-менее стало Бывает, было в районе 40 градусов Показывает 30-27 А по идее Там 40 Ну, невозможно вообще На улице находиться Пока я не катался Где-то полторы-две недели Я вообще не катался Вчера первый день выехал Соскучился Сегодня Будет еще теплее Но сегодня я, наверное, выезжать Ну, буду так по делам Мне надо здесь Невелоко съездить Кое-куда Вот, как Как я буду Электрогелосипед свой Немножко переделывать Там, в раму, умею ввиду И так далее Я постараюсь все это снимать На камеру И вам показывать Может, фото Может, видео Что-то буду выкладывать По-любому я вам все это покажу уже Как и что я буду делать Много будет, конечно Критики Вопросов То, что вот Полтора на полтора Профильные трубы Из них будут То есть сделать скелет Между Рулем И сидушкой То есть Вот это все Куда будут пихать аккумуляторы 30-килограммовые аккумуляторы У меня Куда все это будут пихать Много будет критики Естественно И вопросов Там Что О, от рамы не выдержит Туда-сюда Да, не выдержит Если у тебя Руки растут Оттуда Ну, где Снизу Если ты умеешь варить То все выдержит Так что Посмотрим Вот сварю Покатаюсь Потом скажете Да вот там Растут оттуда Руки И так далее Так что, ребят Вот Такое короткое видео Такие набросы Я вам сделал Что и какие планы У меня С аккумуляторами И так далее Прокатушки Естественно Они будут Еще много Мы Не одну тысячу километров Еще проедем С вами вместе С кем-то Возможно И увидимся Так что Давайте, ребят Лайкосики ставьте Я выхожу в прямой эфир И мало людей смотрят Потом смотрят Повтор То есть запись Колокольчик Нажмите И вам придет Уведомление Колокольчик Самое главное Колокольчик Коментарь-монитра Который есть же Вот Подписывайтесь На канал Жмите колокол Пишите комментарии Ставьте лайки Дизлайки Все, что хотите Пишите На каждый Комментарий Я постараюсь Ответить Ну, вроде бы Я и так отвечаю На каждый комментарий Вот Про Просмотры Да Посмотрел Аналитику У меня там Подписчиков Из Индии Индонезии Америки Из Европы Больше Чем из России Вот Почему Из-за шорца Короткого видео У меня есть короткое видео Одно Да Там Благодаря ему У меня подписчиков Просто Каждый день С каждой минутой Каждой минуты У меня подписчик Один прибавляется Примерно уж говорю Вот Поэтому Многие Оттуда Мои Прямые эфиры Не смотрят Ну и Ладно Пусть не смотрят Ну и фикс Не Зато у меня есть вы Русскоязычные Кто понимает русский язык Татарский Русский язык Казахский Вы у меня есть Нажимайте на колокольчик Когда я буду выходить В прямой эфир Я могу выходить В прямой эфир Пока я буду В прямой эфир Выходить В день В помещениях Куда-сюда Когда потеплее Чуть-чуть Я буду уже Снимать В прямой эфир Выходить В центре Казани Куда-сюда В путешествиях На рыбалке В походах Где будет связь хорошая Я там буду выходить В прямой эфир Все-таки Ведь интересно Вам Мне тоже На связи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok